Вообще неудачная попытка отжать завод и получение по щам ЧВК Вагнера с десятками убитых и раненых здорово раскрасила глаза на ситуацию даже самым укушенным телевизором россиянам. Они получили новый Афганистан на фоне санкций. Что-то такое уже было в новой истории и закончилось как-то не очень. Как обычно, глава государства и официальные лица великой и прекрасной России максимально глубоко слились со складками местности, как только отчетливо запахло жареным. Стоит упасть самолету в ЕС, случится массовому расстрелу во Флориде или взрыву в Чикаго, как вот они тут как тут рассказывают о страшном Западе, приносят соболезнования, скачут, надувая щеки на ТВ. Четыре часа убивали граждан РФ? Ау, где вы? Куда вы подевались? Дважды судимый миллиардер Пригожин, владелец фабрик ботов, выбрасывающий миллион цветов на свадьбу, привез туда русских людей на убой, а российская власть, как обычно, набрала в рот говна. Ну, вы держитесь там, хоть и денег нет. А до сегодня американцы на брифинге обоя 7 февраля дают больше информации, чем пострадавшая сторона. Пока со стороны РФ циркулируют только дикие слухи о сотнях убитых, оскорбленный тем, что ему не дали взять Киев, Игорь Иванович вещает и выходит аккуратные интервью Полынкова с пострадавшими. Официальная линия? Их там не было. И ЧВК Вагнера только отомстила за сбитого пилота. Какие янки? Вы что? Официально последствия удара два десятка раненых. Песков предлагает не читать английских газет с утра. Парадокс, что даже военные ССА не прячут своих павших спустя пять лет тяжелейшей войны. Ни христиан из охотников на ИГИЛ, ни бойцов-мусульман из местных племен. А кормление ГАВОМ – пасконная традиция только МОРФ и прерогатива только русских витязей. В операции участвовало три штурмовых отряда. Весна – бывшие Карпаты, состоящие из жителей Донбасса и россиян, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Второй отряд и пятый. Не уставные роты по 121 человеку, а штурмовые отряды. Штат каждого из них – 350 человек. В каждом из отрядов была своя техника, такая как ЗУШКИ на Уралах и БРДМ. Также в операции участвовала бронегруппа с танками Т-72 и арт-дивизион из М-30. Арт-дивизион М-30 – орудий 1938 года разработки, которые дарили в 1960-е Кубе, Судану и Египту, они устарели уже даже в Афганской войне. Хотя, стоп, на брифинге МО США тоже мелькают М-30, ее потом разносят в клочья. Да, это неплохая, неприхотливая система, популярный на Ближнем Востоке советский калибр, возможности ремонта и получения запчастей на месте, прямые поставки сирийским экспрессом. Но они на хранении больше 50 лет, это еще оптимистичная цифра. Они производились под Вторую мировую войну. БРДМ-2? Да на этом хламе воюют нищие укропы, которые наскакали себе гражданскую войну на Майдане, а не прославленные витязи с зарплатой в 240 тысяч стабильных рублей. Тем более нефтяной сверхдержавы, страны, где корги летают на самолетах, а каждый житель – нефтяник, айтишник или олигарх, которому бригада строителей из Закарпатья строит виллу. Как же так, с орудиями середины прошлого века, без ПВО, на технике времени дорогого Леонида Ильича? Как мне казалось, вроде бы немцы времен африканского корпуса освоили ПВО и САУ в пустыне, даже Гитлер не додумался отправить в бой люмпенов в бронемашинах времен прошлой войны. Может, враги захотели убить участников войны на Донбассе и свидетелей героической работы кувалдой в Сирии? Ну и как вишенка в коктейль у РФ-2018, новость о том, что сорваны сроки поставки самолетов Су-30СМ для Беларуси. Отгрузка должна была начаться в 2018 году, но, скорее всего, это случится в 2019, а то и позже. Причины банальные. Эмбарго, которое мешает получить необходимые запасные части. Требуется от года и больше, чтобы заменить некоторые узлы и обеспечить полностью российскую локализацию. Оценили? То-то же. Российские Витязи дойдут до Рикьявика и Лондона, но надо немного погодить. Самолеты без коварного Запада что-то не строятся. А если строятся, то без электроники и по несколько штук в год. Кстати, белорусы хотели покупать аж по 4 штуки, но санкции сделали РФ сильнее, и эта мощная цифра пока недостижима. В общем, везде у соседей как не трясучка, так золотуха. Добрая треть кораблей в МФ РФ на вечном ремонте и модернизации, которым нет ни края, ни конца. Они еще и горят на стапелях по несколько штук в год. МО анонсирует новые дивизии и армии, хотя добрая половина общевойсковых и тыловых подразделений до сих пор сокращенного состава. Турцию кредитуют деньгами на постройку АЭС и покупку С-400 в перерывах между тем, как она роняет на землю самолеты нефтяной смех державы. Пока телевизор захлебывается третий подряд победой и выполненными задачами в Сирии, кольцом врагов и объясняет, почему замедлился восстановительный рост экономики бензоколонки, Минфин РФ продолжает вкладывать деньги в государственные облигации США. Как там было у классиков пропаганды? Все россияне хотели бы оказаться в кремлевских списках санкций? А пока за 2017 год рост вложений в гособлигации геополитического противника номер один плюс 19%. Не в Крым, где проблемы с водой и энергией уже признают первые лица администрации полуострова. Не в ЛДНР, где ловят сеть для мобильного в местах, строго отведенных для этого. Не в Азбест, чтобы привести в порядок жилой фонд и поддержать людей, живущих на 2000 рублей пособие. В США фанфары, тушь, сплотиться, развоплотиться, санкции делают нас сильнее, только сами себе навредили, Трамп, чмо, надо потерпеть, наши миги сядут в Риге. Сухой итог 102 миллиарда долларов в экономике США. Если бы я увлекался теорией заговора, то меня бы обязательно посетила свежая идея, что Путин ненавидит россиян, по-прежнему выплачивая дань дяде Сэму после поражения СССР в холодной войне. Это вам за пацанов, бредит катоновый организм. В реале, ну все сами видят, как в реале. Сгорели четыре вертолета на базе Т-4? Этого не было. Израильтяне вынесли от трети до половины системы ПВО Сирии. Гибнет от ударов сирийский генерал. Брифинги АОИ с поражением целей. Мы обеспокоены. Не надо, пожалуйста, в эскалацию. На востоке Украины построили нищий бандитский энклав, где отжимают предприятия для беглого Курченко, пока местные ездят за едой и лекарствами через линию соприкосновения? Это не нашими деньгами, не нашими боеприпасами, не нашими солдатами и офицерами, не нашими банками, провайдерами и не нашими операторами связи, замаскированными под странные названия, чтобы никто не догадался, построена эта кровавая Сомали на Донбассе. И это не наши бойцы погибли, это сирийцы, шахтеры, осетины, наемники, смазка для штыка. Не надо нам показывать ваши доказательства, нам не интересно. Какие еще глубины дна не пробиты? Предварительно все. Игры как доказательства для брифингов МО, замалчивание потерь, ложь, потоки лжи, военные преступления, работа по застройке авиации и РСЗО, попытки нарушить все договоры, пока не высохла на них подпись «Сбитый гражданский самолет». Гнусь, мерзость. Кто-то, имеющий мозгов больше, чем у синицы, захочет себе таких союзников, которые будут позволять выносить сирийские базы США, Израилю и Турции по очереди и вместе, рассказывая про целостность Сирии. Захочет соседей, которые превратят самый русский регион страны, в ад с распилом металла, зарплатой в 5000 рублей и вырванными зубами в подвалах. Таких ребят, чтобы из кремлевских кабинетов за яхты чужими жизнями рисовали стрелки в Крым и Сирию, но когда дело доходило до признания жертв, сбегали в кусты, обливаясь подливой по ногам. Парадокс в том, что некоторые из погибших и тяжело раненых в Сирии это бывшие граждане Украины, участники войны на Донбассе и их там нет и ополченцы, отпускники еще с 2014 года. Господь Бог имеет чувство юмора, русский мир убьет тебя так или иначе, бросит доживать в двухэтажном бараке в Азбесте и вычеркнет твое имя из списков павших. Ночь, улица, фонарь, аптека, раз за разом. Страдания и мучения для всех соседей и собственных граждан нон-стоп, без регистрации и СМС. Есть всего два выбора, сражаться за свою страну или все равно умирать в Сирии. Как там наземная операция в САР, которая никогда не случится? Блеск и нищета русского мира, который должен исчезнуть, чтобы жили мы. Ничего личного. Больший процент ВВП на оборону, больше денег на оборудование украинской границы, больше стойкости и терпения, больше батальонных и бригадных учений. Разве можно называться человеком, иметь хоть каплю мозгов и желать чего-либо другого? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok